Касается сокращение расходов окружного бюджета. Особенно много изменений предполагается в сфере образования. Так, бесплатные кружки и секции будут частично оплачиваемы. Школьное горячее питание, которым Ненецкий округ славится на весь Северо-Запад, предлагается оставить только для некоторых категорий детей. Иными словами, планируя следующий финансовый год, окружным властям предстоит соблюсти баланс между экономией и социальными обязательствами. Никита редко бывает на работе у мамы. Сразу после занятий в школе идёт на волейбол или в бассейн. Через две недели – соревнования по плаванию. И Никита переживает, что не успеет выздороветь и показать то, чему научился за время тренировок. Вообще Никита не любит сидеть дома и планирует записаться ещё на две спортивные секции. Мне ещё нравится хоккей. Он хороший, зато полезен для ног. А ещё мне нравится секция футбол. Я на нему раньше ходила в Норд. И тоже для ног полезно. Потянет ли мама Никиты все четыре секции – пока неизвестно. Сложная финансовая ситуация в регионе вынуждает администрацию сокращать расходы на образование – одну из самых финансируемых отраслей в округе. Так профильный департамент предлагает сделать частично платным дополнительное образование. Конечно, в условиях сегодняшних с понижениями заработных плат, конечно, это будет нам тяжело. Ну, наверное, будет не три секции, а какая-то, может быть, одна или две. Будем искать пути, выхода из этой ситуации. Всё равно, ребёнок, чем же ребёнку ещё заниматься. Конечно, будем возить, водить, чтобы не болтался по улице. Сегодня все дети до 18 лет включительно имеют возможность посещать неограниченное количество секций абсолютно бесплатно. Согласно нововведениям, 20% стоимости услуги будет платить родитель, 80% – округ. Стоимость услуг будет варьироваться в зависимости от направления. Так, самыми бюджетными будут занятия в домах детского творчества, самыми дорогими – в музыкальной школе. Спортивные секции по стоимости будут располагаться посередине. Родители уже подсчитывают, во сколько обойдутся семейному бюджету любимые кружки детей. У меня ребёнок занимается не первый год, занимается в основном спортивными секциями, ходит на три секции. Вот сейчас мы уже занимаемся второй год. Вот. И вчера мы с ним разговаривали на эту тему. Я ему предложила отказаться от одной секции. Он категорически против. Примерно посчитали, у нас получается, с учётом нагрузки и количества секций в неделю, у нас получается 3500. Вот. И мы как бы смотрим по бюджету, если получится, будем ходить, если нет, то будем одной отказываться точно. Окружной администрации пришлось отказаться и от бесплатного горячего питания в школах. Исключение составят дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие льготные категории, которые сегодня составляют половину всех учащихся. Данная мера социальной поддержки славится за пределами региона, ведь это удовольствие дорогое. На школьные обеды округ тратит в среднем 230 миллионов рублей в год. Одна порция в среднем стоит 175 рублей. В рейтинге регионов по стоимости обедов Ненецкий округ находится на последних местах, рядом с Чукоткой и Магаданской областью. Подобный рейтинг составил портал agro2b.ru. Для обеда эксперты выбрали блюда, которые можно встретить в большинстве школьных столовых. Лидером по доступности школьного питания стала Липецкая область, где накормить одного ученика стоит в среднем 80 рублей 56 копеек. Родителям стоимость питания выходила примерно в 74 рубля в день, а для малообеспеченных семей – 27 рублей. Остальные затраты брала на себя администрация региона. На втором месте – Курская область. Набор продуктов для приготовления школьного обеда можно приобрести в среднем за 80 рублей 61 копейку. Тройку лидеров закрывает Белгородская область. В 2016 году школьный обед в данном регионе в среднем обойдется в 80 рублей 82 копейки. В Белгородской области сохраняются невысокие цены на рыбу, мясо и овощи. В десятку также попали Республика Мордовия, Саратовская, Пензенская, Тамбовская, Астраханская, Воронежская и Рязанская области. В этих регионах стоимость обеда варьируется от 81 до 84 рублей. Самые дорогие школьные обеды зафиксированы на севере и дальнем востоке страны. В Сахалинской области обед для школьника стоит чуть более 143 рублей. В Якутии и Ямало-Ненецком округе – 157. Почти столько же на Камчатке. Лидерами антирейтинга по стоимости школьных обедов стали Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. На обсуждении социально значимого законопроекта заместитель председателя окружного собрания Татьяна Бадьян подтвердила – питание должно быть дифференцированным в зависимости от уровня доходов семьи. Однако нужно хорошо продумать механизм реализации этой меры. Такое же мнение выразил и главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Это надо предусмотреть, чтобы это проходило без определенных конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Как в отношении детей, чтобы классные руководители не травмировали детей, не говорили, что ваши родители не сдают за питание и прочее. Потому что такие моменты, они могут быть. То есть вот эти моменты необходимо все-таки реализацию и как-то более тонко пройти, и объяснить директорам, что это вынужденная мера, но тем не менее у родителей должен быть определенный выбор. Под урезание попали и расходы на поддержку молодых специалистов. Надбавки в 30 и 40 процентов предлагают отменить. При этом на заседании подчеркнули – подъемные для молодых педагогов и врачей, которые едут работать в село, останутся. 300 тысяч рублей для выпускников учреждений среднего профобразования, 500 тысяч – для вузов. Предлагаем исключить нормы, которые устанавливают персональную надбавку молодым специалистам в размере 30 процентов и 40 процентов, окончившим организацией профессионального образования и высшего образования. И также предлагаем исключить установление надбавки к должностному окладу тарифной сетки с учетом фактической нагрузки за педагогический стаж. Почему мы это делаем на сегодня? Потому что сейчас в рамках нового порядка системы оклад этого данного положения данные нормы запреплены в региональных нормативных актах. До 1 января 2018 года предлагается приостановить стипендии отличникам и подарок первоклассникам. В этом году 740 комплектов первоклассникам обошлись в бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Леана Храпова напомнила, выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе сохраняются. В этом году средства на покупку констоваров и одежды получат более 1300 детей. Сумма выплаты – 18 225 рублей на каждого ребенка. Окончательное решение по этим проектам будет принято на предстоящей сессии собрания депутатов в конце октября. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.